Позвольте полосы, там кто-то с ним поговорим. А ребятам скидывать можно, да? Как ты считаешь, почему нельзя в торговом центре снимать? Потому что кому-то этого просто не хочется. А раз кому-то этого просто не хочется, значит этот кто-то почему-то считает, что по закону он прав. Зачем вы видите? У нас тут шутки, мы с вами пришли поснимать сегодня. А у вас есть у нас решение? Нет, нет, к сожалению, разрешения. Но надо администрации обратиться. Какой администрации? Такого комплекса. Нет, этого не нужно. А зачем? Это прекрасно, вы говорите о чем? Это все равно нужно разрешение. Сейчас, одну секунду. Это общественное место. Там доступная цель. Мы не трогаемся ваши вещи. Не портим. Да. Расскажите нам, что там вчера у вас произошло такое? Телеканал Москва-24. Это Москва-24. За что молодого человека выгнали? Рассказывайте. Ну вы же там были, вы знаете. Кто нам ответит? Разрительных людей. Которые ничего не трогают. И не представляются, заметьте. Не представляются подлые какие-то. Ты представлялась? Я? Конечно. Держите Лысова. Держите. Стой. Стой. Эээ. Чего ты говоришь? С кем ты еще разговариваешь? Эй, лысый, слышь, пойдем, выйдем. А что, все уже перенудили? Андрей Сергеевич. Антонис, у вас не то ли! ...ущественное место в одном из бутербург, что не запрещено законом. Один из охранников, вы его уже видели, он применил максимум физическое воздействие, тем самым принудительно заставил его покинуть этот данный другой зад. Собственно, мы собрались здесь по этому поводу, потому что нам непонятно, почему у нас в нашей стране, где в общей доступных местах, можно общаться, вести видео, съемку, задавать вопросы. И, ну, там, фиксировать все, что происходит, нам принудительно, а самое главное, не об основанном, с решением. А вон они задерживаются. А вон они задерживаются. А вон они задерживаются. А вы сейчас свидетельствуют. И по решению. Активисты? Нет. Не к нам? То есть они нам, да? Нет. Нет. Ну, сколько надежд на вас? Один часть. А куда вы себя спрятали? Один часть. Один часть. Один часть. Один часть. Один часть. Один часть. Молодой человек, я вас первый раз вижу. Какой Лефортова? У меня вообще сложилось впечатление, что вы не в себе. Когда пришли сотрудники полиции, вы начали выражаться каким-то образом. Вы вели себя неадекватно. Я с вами разговаривал на вы. Работай, пожалуйста, не снимай кадры. За что человек может дойти и в нормальной форме попросить тебя. Давайте разберемся, что же произошло. Я не знаю, что же происходит. Я не знаю, что же происходит. Я его вчера-чера не выкидывал. Зачем мне, на ты. Я с ними тюма продержал. Давайте я с ним возьмусь. Какие-то рамки приличия и уважения должны быть. Я вас тоже надеюсь. Я москвич. Это не дает мне каких-то привилегий или благ. Правильно? Правильно. Ну, надо 12 человек. Здесь скидки, заходите, заходите. Это рекламная акция. Можно купить вещи даже на зарплату полицейского. Заходите, смотрите. Сотрудники полиции. Ага, вот там. Сотрудники полиции. У меня тоже разница. У нас есть. У нас есть. У нас есть. Мы понимаем, что магазин общественного места. Да, понимаем. Мы объяснили, что сейчас директора подъедут, пожалуйста, на территории торгового комплекса ожидали. Вот вам этот офицер сказал, что он не видит никаких нарушений. Зачем вы полицию отвлекаете от работы? Я не знаю. Спасибо, товарищ капитан. Я не вижу ничего. Мы тоже. Все, доброе. Спасибо большое вам. Я так понимаю, не хочу. Я просто сказала уже 50-й раз, я не хочу, чтобы меня снимали. Мы на пол кадрикса. Ну, вот так уж получилось, что вы стали главные герои. Потому что в Украине и просто нашли сегодняшнего дня. Потому что зачем-то со скандалом вывняли молодого человека. Не, не, не. Не влоги нам что-то. Я был глупого. И я был глупый. Я был глупый. Я был глупый. Девчонки. Субтитры сделал DimaTorzok